Добрый день! Беременность 13 недель по результатам первого триместра сердцебиения. Так, сердцебиение не написано, ХГЧ 0,688 МОМ, ПАП А1 1,142 МОМ, маточная артерия пульсационный индекс 1,69, артериальное давление среднее 81, длина цирвикального канала 43. Обнаружена артериовенозная мальформация сосудов верхней и средней трети цирвикального канала. Цирвикальный канал расширен до 12,5 мм в верхней и средней трети за счет множества сосудов, связанных с нижним краем плаценты. Сильное кровотечение на 7 и 11 недели. Что делать, как контролировать? На два блока этот вопросик я разбиваю. По результатам первого скрининга, по показателям, которые мы смотрим, здесь смотрится ведь еще по ультразвуку, да, там соответствие копчика теменового размера сроку беременности, там срок может быть тоже изменен, наличие носовой косточки, наличие реверсных кровотоков у плода, по толщинам воротникового пространства, да, вот из важных таких маркеров ультразвуковых. По биохимическому скринингу у вас есть два показателя, ХГЧ и ПАПА, мы делаем три, очень рекомендуем, и я рекомендую вам сделать еще третий показатель, который называется PLGF, плацентарный фактор роста. Плацентарный вот этот гроу фактор, по которому он очень важен в плане того, в плане оценки функции плаценты, как она сформировалась уже к этому времени, как она будет работать дальше до конца. По двум показателям, которые есть здесь, ХГЧ и ПАПА, нормы обычно 0,5, там 2, идеально если 0,7, 2. И по ХГЧ у вас 0,68, почти 0,7, ПАПА 1,142. Вот эти показатели, ну, относительно хорошие, да, там ХГЧ немножко, ну, лучше, чем ближе к средине, к единице, тем лучше. Но он тоже, в общем, неплохой ХГЧ, ПАПА вообще 1,142, это плацентарный протеин, ассоциированный с беременностью альфа, он нормальный. Маточная артерия 1,69, здесь дается пульсационный индекс в Астрае, да, вот или по системе, который оценивает вот это в МОМах, средний 1,69, в принципе нормальный. Но всегда нужно смотреть, какие индексы конкретно в левой маточной и в правой маточной артерии, потому что может быть, да, допустим, одна из маточных артерий очень большой индекс, вторая нормальный или маленький. И в сумме они в среднем дают нормальный результат, но по одной маточной артерии спазм уже идет, поэтому всегда нужно смотреть конкретно вот по каждой маточной артерии. В среднем получается норма. Цервикальный канал 43, хороший. То есть по первому скринингу, потому что вы предоставили все относительно хорошо. По артерио-венозной мальформации сосудов верхней, средней, третьей цервикального канала. То, что вы описываете, очень похоже на хореальный полип. То есть полип из слизистой полости матки, которая при беременности может давать такой полип вот в шейку, он может быть кровоснабжен сильно. И поэтому здесь важно, то есть артерио-венозная мальформация сосудов, это, ну, немножко может быть другая история. Возможно, это не она, а именно вот этот хореальный полип у вас есть. И здесь важно тогда до беременности, вы делали ультразвуки или нет, была это мальформация или нет. Потому что если это, да, вот такой хореальный полип, он, да, может кровить, но он связан именно с беременностью. То есть он не постоянная ваша какая-то ситуация, да, которая просто в матке, а именно с сосудами плаценты связанная. Сделать, как бы, да, ничего особенно с этим нельзя сделать. Есть какие-то варианты, когда, например, да, какие-то вот, ну, коагуляции местные. Но, как правило, да, как бы это решается немножко, не доходит до этого. Да, допустим, если, то есть вы исключаете, да, там, какие-то половые контакты, какие-то физические воздействия, которые могут провоцировать кровотечение. Тем более, что верхняя и средняя треть, то есть он на поверхность, да, ну, наоборот, не на поверхность, вот сюда, во влагалище, да, то есть он не доходит до нижней трети цервикального канала. Вот, он защищен как раз вот нижней третью от, да, какого-то прямого контакта. Это лучше, чем если бы он вот прям был виден. Вот, поэтому, да, смотрится тоже, это все контроль по ультразвуку делается. Если кровотечение, там даются препараты, которые останавливают кровотечение временно хотя бы, ну, или оно останавливается само и дальше уже нет. Обязательно нужно следить за стулом, чтобы не было задержек стула, чтобы вы не тужились, да, чтобы не было каких-то механических хотя бы исключить вот эти воздействия на эту область. А так во время беременности, да, как бы ничем особо глобальным, кардинальным обычно, как бы не получается здесь воздействовать. Вот, поэтому кровоостанавливающими препаратами просто это делается. Вот, и, ну, как правило, все заканчивается хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!